Отношения противные стали друг с другом. Противные отношения. Это значит, людям кажется, что все, никогда они не восстановятся. Просто невыносимо. Что делать? Разговаривать не можете друг с другом. Сил нет, невыносимо. Не разговаривайте. Запомните, в любых отношениях первая стадия победы над судьбой всегда это молитва. Не надо разговаривать. Очистите сердце. Я вам расскажу сейчас очень большую тайну. Есть три круга судьбы. Первый круг судьбы находится внутри моего сердца. Второй между нами. Вот эта ниточка. Между мной и тобою ниточка завяжется. Мне все время кажется. Нитью незримою связаны наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Это второй круг судьбы между нами. И третий круг судьбы моей внутри него. Моей судьбы внутри него. Вы думаете, как я на него-то повлияю? Он со мной жить не хочет, Олег Геннадьевич. Понимаете? Он не хочет. Как я могу на это-то повлиять? Это твоя судьба, значит, можешь повлиять. Он может захотеть. Поехали дальше. Все люди живут на втором круге. Они с помощью бла-бла пытаются решать проблемы. Думают, что это единственный нормальный способ. Это самый неэффективный способ. Проблемы надо решать молитвой. Нужно сначала молиться, чтобы в сердце стало очень спокойно и хорошо. У нас все будет хорошо. Вы должны это почувствовать с помощью молитвы. А потом идет второй круг судьбы. Это означает, что вам уже хорошо, но общаться с ним все равно не можете. Какой-то парадокс. Вроде чувствую, что все будет хорошо, общаться не могу. Это не парадокс. Это переключение на победу над вторым кругом судьбы. Второй круг судьбы означает, что начинаю молиться и чувствую, что мы уже можем о погоде, о природе говорить. О чем-то более серьезном не можем. Значит, пошло восстановление между вами ниточки. Уже она как бы восстанавливается. И потом, когда более-менее чистая энергия пошла, вы можете цветы друг другу дарить, можете разговаривать о чем-то. Не надо усложнять жизнь, не надо там о каких-то сложных вопросах говорить. Нет никаких сложных вопросов. Нет любви, понимаете, между вами. Когда есть любовь, все сложные вопросы решаются. Уже есть любовь. Нет любви, ничего не решается. Вот этот принцип у него, этот принцип у меня. А если любовь, люди принципы отодвигают. Ничего страшного. Перетерпим. Понимаете? Восстоздайте любовь в своем сердце. Третья стадия. Он говорит, вот у нас с тобой дружба хорошая, все, но жить я с тобой не буду. Потому что, ну, все уже как бы. На одну и ту же швабру два раза не наступают. Горшок как бы разбился, не склеишь. Ну, так люди говорят, рассуждают. А я знаю точно, что на одну и ту же швабру наступают много раз. И никаких проблем. И горшок тоже можно склеить, если захотите. Запомните одну вещь. Если вы будете дальше молиться, несмотря на то, что он считает, что вы не будете вместе, то после вашей молитвы вы сможете почувствовать, что его сердце поменялось по отношению к вам. Это будет чудо для вас. Но это тоже возможно. Люди обычно останавливаются на этом округе, думают, ну, общаемся хорошо, может быть, все хорошо будет. А чувствуют все равно, что в его сердце что-то не то. Молитесь дальше. Пройдет еще немного времени, его в сердце будет что-то то. И когда в его сердце будет что-то то, то дальше будет удивительная вещь. Чудо будет. Он вам скажет один из двух вариантов. Первый вариант. Он скажет, ты очень хороший человек. Я очень благодарен судьбе за то, что мы с тобой жили вместе. Но у меня уже жена беременна, другая женщина. И я не могу ее бросить. Хотя я считаю, что я зря тебя бросил. Первый вариант, да? Второй вариант. Ну, как бы жена не беременна, там ничего такого нет. И он возвращается. Говорит, я совершил ошибку, я возвращаюсь. Вот только два варианта, может быть, когда вы победили свою судьбу. Теперь первый вариант. Вы скажете, что же хорошего в этом первом варианте? Этот первый вариант удивительный. Он показывает, кто есть кто, понимаете? Он показывает, что никакого мужика и не было как главной части твоей судьбы. Любого мужика дает Бог. Как только ты свою судьбу победила, он, вот этот человек, как бы, говорит, я на это место не претендую. Сразу же Господь даст еще лучше. Он даст того человека, который будет превосходить по качествам. Почему? Потому что ты же победила уже эту судьбу. Все. И здесь есть два замысла. Первый замысел – это показать женщине, кто главный. Что если она побеждает судьбу, она одна никогда не останется. И второй замысел – показать ему, насколько серьезную ошибку он совершил. И это произойдет. Оба замысла сбудутся. Никогда зло не победит того, кто творит добро, написано в Священных Писаниях. Никогда. Это просто невозможно. Временные победы возможны, но полной победы нет. Поэтому не бойтесь ничего. Идите в сторону семьи назад. Все возвращайте. Если вы видите, что отношения невозможные, настолько осквернены, что даже противно думать о человеке, начните молиться Богу. Не разговаривайте, не общайтесь, выполняйте свой долг. Готовьте там еще что-то делайте. Что нужно? Молитесь. Придет время, у вас пройдет отвращение. Спокойно будет сердце. Потом придет время, вы сможете общаться. Потом придет время, и он начнет исправляться. Вы увидите, что все можно, молитвы все можно преодолеть. Можно из алкоголика сделать Божьего одуванчика. Поднимите руку у женщины, которая так произошла, что был выпивоха, а сейчас нормальный мужик. Молитва. Ну вот, пожалуйста, есть такие люди. Это реально работает. У меня было... Раз, раз. Обменялись. Один родственник, он мне говорил, никогда ты не добьешься того, что я брошу пить. Я молился, он пил. У нас было соревнование. Я молился, чтобы он бросил, а он смеялся и говорил, я не брошу. Продолжал пить. А я молился. В результате Бог ему дал такую болезнь, которую не дала ему пить. Как только он начинал пить, его рвало. За два года этой болезни он настолько сильно отрезвел, что он начал раскаиваться. И он два года еще своей жизни проплакал, что он прожил свою жизнь зря. А потом, когда Бог его забрал, я молился Богу, чтобы Бог спас его от ада. Слуги ада пришли за ним, начали тащить его туда вниз. А я молился, чтобы остановилась эта процессия. Я от них получил как бы не то, что вот слова, а вот такое ощущение, чувство, что ты зря молишься, потому что если он сам не хочет менять свою жизнь, то ты ему не можешь помочь. Важно не то, что человек сделал, а то, куда он идет в жизни. Ты можешь его грехи отмолить, но его направленности нет. Поэтому ему надо страдать. И дальше тащат его в ад. Я дальше молюсь. Понял намек. Начал стучаться с него в сердце. Молитвой. И просить его, поменяй направленность в своей жизни. Пойми, что скоро тебя ждут страдания. И когда он, видно, почувствовал этот ад, я в этот момент тоже почувствовал, что там за место. Я же молился за него, его чувствовал. И когда он почувствовал, я тоже почувствовал. Там пельменями не кормят. Ну так образно. Там жесть. Он испугался. Поменял направленность свою. Он решил, что я не хочу так больше жить. Поменялся в сердце. Остановилось в процессе. Сразу же. Перестали его тянуть дальше вниз. И дальше он долго стоял на месте. Я очищал его, молитву очищал, очищал. И когда я совсем почувствовал, что все нормально, я подумал, что сейчас он пойдет вверх. Но его потащили вниз дальше. И я спросил, а хочу такое. Ну как в сердце, как вопрос задал. Почему так? Человека очистили, молитва же очистила. Ответ был такой. Да, очистила. Молитва очистила. Все нормально. Не волнуйся. Мы тянем его на экскурсию. Должен посмотреть на то, куда он стремился, чтобы больше туда не хотеть. Я говорю, что он просто посмотрит. Она говорит, ты знаешь, у нас другой вид экскурсии здесь. Экскурсия реалити-шоу. То есть человек не просто смотрит, а еще и пробует все понемножку. Но у меня в сердце не было протеста против этого. Я чувствовал, что я свой долг выполнил. И в какой-то момент я почувствовал, что он уже получил новое рождение. Мои хорошие, жизнь это не кино. Здесь все очень серьезно. Поэтому знайте, что любого человека можно исправить. Хоть рано, хоть поздно. Если между вами отвращение, нет отношений, вы думаете, ничего не будет никогда. Вы даже не представляете, какая чистота может быть между вами и этим человеком. Просто потому, что вы очистили отношения. Хотя бы раз в жизни это сделаете. И вы увидите, как удивителен этот мир. Тот человек, от которого вы никогда ничего хорошего бы не рассчитывали, не знали и не верили. Он вам может принести много счастья. Поднимите руку, у кого так произошло после молитв. Вот, пожалуйста. Видите, здесь сколько хороших людей, добрых собралось. Они являются примером для всех. Несмотря на то, что я вам об этом все рассказал, вы после лекции будете мне задавать точно такие же вопросы. Но знайте, что я вам буду говорить точно так же. Потому что каждый человек думает, Олег Геннадьевич, конечно, все это так, но у меня особый случай. У меня исключение. И поэтому мне нужно спросить на всякий случай. У меня отвращение к человеку. И как бы я с ним смогу. И как бы знаете, что ответ будет таким же, как на лекции. Но все равно подходите. Какие у вас вопросы ко мне? Рад вас всех видеть. Спасибо, что слушали. Можете по вот этой теме. Там меня бросили, я бросила. Вот я всех люблю, не волнуйтесь. Я все понимаю. Жизнь есть жизнь. Давайте, задавайте вопросы. Будем работать на эту тему. Ваша девушка, вопросы. По теме только, понимаете? Обычно я так говорю, что если, допустим, у вас Геваро и у меня, мы друг друга поймем, но остальным будет неинтересно. Вот да, девушки в зеленом. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я хочу поблагодарить вас за ваши знания. Они очень поменяли мою жизнь к лучшему. У меня ушли вредные привычки. Я начала вставать намного раньше. Я поняла, почему у меня не складывались отношения в личной жизни. Даже не могу поверить, что у вас были вредные привычки. Были. Около года назад меня познакомили с молодым человеком. Познакомили. Видите, важно. Познакомили. Это возможно, это нормально. Это работает. Но он был в рейсе, я его ждала, мы общались. Мне казалось, строили очень близкие отношения. Когда он пришел с рейсом, мы встретились, и вроде все было хорошо. Но я дала ему понять, что близких отношений я с ним не смогу иметь до свадьбы. Ну, отлично, молодец. И через некоторое время он, к сожалению, прекратил эти отношения. Все нормально. Я очень переживала. Что переживать? Я хотела спросить, это Яне ты работала над собой? Нет, просто ему ничего не надо было, ему нужен был секс. Правда? Да, правда, это все так просто. Ну, женщины, ну, еще раз объясняю. Смотрите. Если вы отказываете человеку, которому нужна семья, это все больше и больше его заряжает добиться вас. Понимаете? То есть мужчина, он не может просто так как бы отступить. Понимаете? Если мужчина хочет секса, ему говорят, секса не будет. Что ему дальше-то? Что, он попробует еще пару раз. Нет, секса не будет. Ну, что дальше? Он уходит. Не тот человек. Спасибо большое. На самом деле, совсем недавно я познакомилась еще с одним человеком. Я вот-вот-вот об этом и ты как говоришь. Мне просто очень так сложно мне теперь верить. Нет, вот это как раз тот человек. Правда? Спасибо большое. Это то, что я хотела. Я же вам сказал, тот человек, который тот, он не выглядит таким слишком. Благодарю. Спасибо большое. Судьба, она очень сложная. Самое лучшее незаметно. Самое худшее все блестит. Но станьте мудрыми. Не надо как вороны на блеск. У-у-у. Полетел. Всегда будет как у той совы, да? Угу, угу, бум, ого. Ну, ваш вопрос. Спрашивайте, кто не спрашивает. Вы спрашивали меня или нет? Девушка, спрашивали меня? Нет? Ну, давайте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я не так давно вас смотрю, но я уже очень сильно вам благодарна. Вы, мне кажется, наставляете меня на путь истинный. А сколько вы меня слушаете? Ну, может, чуть меньше года. Ну, это нормально. Мы слушаем вас всем коллективом. Да? Я подсадила в офисе всех. Вот, это моя помощница и мальчики мои, сотрудники. Мы вас смотрим прям на большом экране в офисе. Да? Да. Ну, это уже не первый раз мне так говорят. Я вам даже писала… В каком-то банке на Украине я очень популярен тоже там в Киеве. Там весь банк смотрит. Я вам даже писала о том, что мы уже купили билеты и очень вас ждем в Инстаграме. У нас началась регистрация на фестиваль «Благость». За 5 или 6 дней регистрации уже зарегистрировалось 500 человек. Фестиваль будет в мае и в сентябре следующем. На него еще нет регистрации. Приезжайте. Мы приедем. Не волнуйтесь, там вас как бы не замучают, не сожгут. Как вам… Там у нас международный фестиваль, приезжают со всего мира. Ну, то есть приезжают из Европы, из Америки люди. Все счастливы. Очень хорошая такая атмосфера создается. Это на Анапе, на Черном море. В России. В Анапе на Черном море. Очень, очень. Две недели насыщенные с утра до вечера. Столько всего получите. Люди считают, что это самое лучшее время в их жизни, когда приезжают. Очень высокая организация. У нас будет юбилейный 20-й фестиваль. У нас два фестиваля в год проходят. Мы проводим их уже 10 лет. Фестивали отточены полностью. Там настолько все классно. Люди чувствуют себя очень хорошо. У меня очень много вопросов. Но, наверное, на многие из них я нахожу ответы в ваших лекциях, в ваших людях. Очень разумная женщина. Спасибо. Наверное, вопрос будет заключаться в том, что я не могу найти конкретного предназначения. Мне хочется многим помочь. Я помогаю, но как-то люди… У вас природа руководители. Вам надо руководить чем-то. У меня на данный момент несколько предприятий, которыми я руковожу. И я всем помогаю. И в конечном итоге иногда люди уходят. Просто уходят. Да, у меня тоже самое. Тоже так же. И так очень часто происходит. Да, нормально. Кошка наелась, пошла. Человек наелся, пошел. Но при этом я благодарна вам за то, что происходит в моей личной жизни. Это тоже… Все очень хорошо там. Спасибо вам. У меня тоже есть один руководитель такой серьезный. Он приходит, и куча-куча сотрудников приходит с ним. Ну, такой же юморист, как я. Вот такой сидит, слушает меня. Я говорю, а не хотят вообще, ваши помощники, на лекции-то ходить на мои? Да, всем нравится. Не-не, я его спрашиваю. Он такой смотрит, Олег Геннадьевич говорит, Олег Геннадьевич, хотят, хотят. Не важно, хотят. Я говорю, я что-то смотрю, вижу, что не все хотят. Он говорит, Олег Геннадьевич, все хотят, все. Вот. Они просто знают, что будет, если не будут хотеть. Но при этом всем, мне, наверное, хочется еще детей, еще семьи. И хочется при этом всем помочь и быть везде нужной. И мне кажется иногда, что я так разрываюсь, что у меня нет времени даже поспать. Поднимьте руку, у женщины, у кого то же самое. Мне кажется, у всех. Мне просто кажется, что я иногда вообще не сплю. Ну спать надо обязательно. И выходных у нас никогда нет. Вы очень хорошие, да. Но вот вопрос у вас был другой ко мне. Вы так разволновались, что забыли вопрос. О предназначении. Я вам напомню, да. Вопрос у вас такой. Это не о предназначении вопрос. Вы просто путаете деятельность с духовной практикой. Вы хотите от деятельности получить глубочайшее счастье. И вы его не получаете. Потому что глубочайшее счастье человек может получить только от духовной жизни. Запомните. Духовная жизнь тоже может быть деятельностью. Эта деятельность означает ходить в храм, служить Богу, кланяться. Это может быть даже помогать храму. Это тоже деятельность. Мы работаем в церкви. Вот. Вот там может прийти такое чувство очень глубокой чистоты, радости, счастья, когда Бог будет вами доволен. Он посмотрит на вас. Когда будет доволен, вы почувствуете это счастье. Это деятельность, которая направлена на поддержание себя, других людей. Она не может такого глубокого счастья дать. Только духовная жизнь. И только бескорыстная деятельность может глубокое счастье человеку дать. Бескорыстная абсолютно. Ну я перестала от кого-то чего-то ждать. Просто помогаю. Потому что мне этого хочется. Все правильно? Я правильно иду? Спасибо огромное. О, молодец. Помогает. Оп. Все. Разумная девушка. Разумная. Вот в красненькой ковчке, беленьком шарфике. Здравствуйте еще раз, Олег Геннадьевич. Садитесь. Слушаюсь. Очень приятно. Вот знаете, очень приятно. Слушаюсь. Очень приятно. Мужчинам всем понравилось? Женщины, представьте, как мало надо, чтобы мужчинам понравилось. Слушаюсь. И все. Супер. Отлично. Хорошая тренировка. Я бегаю каждый день почти 6 лет. До вашего знакомства. Ну вот вы выглядите румяненькая такая вся. Это нормально. Я не бегаю только, когда перелеты или какие-то поездки. Нормально. Вы очень здоровы и долго проживете. Вы же не болеете? Нет. Ну все, отлично. Живите счастливо. То есть это нормально каждый день? Нормально. Жить счастливо нормально. Спасибо вам большое. Счастлива. Ну сзади вот девушка там рядом. От телеэкрана, от телеэкрана прочь. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое, что дали слово. Поближе микрофончик, погромче говорим. Спасибо большое, что дали слово. Хотела бы спросить, когда у меня с моим супругом будет благоприятный приют для добавления еще одного человека в нашу семью? У вас не хватает движения, у вас нет активности в организме, ослабленный организм, гиподинамичный. Сейчас хороший период, но вы не сможете зачать, потому что нет сил, у вас не хватает силы природы, понимаете, в организме. Нужна силы природы. А что делать со страхом? Страх – это объем работы. Нужно молиться и бегать. Как одна женщина в Риге, меня спросила, Олег Геннадьевич, что делать, другая такая сидит. Да что вы его спрашиваете, что делать? Молиться и бегать, что делать? Спасибо большое. Зарядка, движение, сырые овощи, молочные больше есть. Море дает возможность зачать. Море, энергия моря дает такую силу женщине. Гормональные функции улучшают женщину. Можете полечиться у нас, семена поставим в уши. Будете носить для того, чтобы активизировать все, помочь, если сами не справляются. Но проблема не в том, что благоприятный, неблагоприятный. У вас сейчас благоприятный период идет, прямо сейчас. Проблема в том, что вы ленивая, неправильно живете. Вот в чем проблема. Понимаете, женщины, запомните, женщина должна побольше спать, чем мужчина. Должна. Но если, женщины, вы встаете после восьми утра, шансов зачать нет. Потому что сгорает яйцеклетка в это время. То есть солнце поднимается высоко, вы встаете поздно, все сгорает внизу. Понимаете? Нужно вставать хотя бы пол седьмого, в шесть. И ложиться. Ну, спать надо женщине там хотя бы семь с половиной часов. Ну, то есть, соответственно, рождиться надо пораньше, ложиться. Если поздно встаете, значит, тю-тю. И, допустим, если после работы нет вообще силы, это также с этим связано? Тоже не хватает энергии природы, да. Нужно движение на свежем воздухе. Вот посмотрите на нее, вот с косичкой-то вот это вот. Ну, поверните. Да, не вон вперед перед собой смотреть, вон красненьком. Поверните с ней. Видите, она какая? Вот это так природа действует на человека. Спасибо большое. Ну, высвот на первом ряду, девушка. Садитесь, садитесь. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое вам спасибо за те знания, с которыми вы с нами делитесь. К сожалению, тоже не так давно познакомилась с вашими лекциями. Это около года назад. Понимаю, как много ошибок было уже совершено в прошлом. Хотелось бы не повторять этого в будущем. Вопрос следующий. Я когда читаю лекции, вам не тяжело слушать? Просто многие говорят, что голосом. Не так в интернет пишут. Да нет, не тяжело. Наоборот, узнаешь себя в очень многих примерах ваших. Вопрос следующий. Мы с парнем встречались 7 лет. Какой-то период времени жили вместе. Где-то около полугода назад он ушел. Много ошибок было совершено и мной, и им. Неправильный образ жизни. Нет Бога. Скучно стало. Можно ли как-то еще исправить, восстановить эти отношения? Есть ли шанс? Вы понимаете, вы оба интеллектуальные люди. Интеллектуальные люди, они в основном мотивируются концепцией. Вы жили, пока у вас было ощущение, что ваша концепция совместная такая. Но у него поменялась концепция. То есть он считает, что сейчас ему это не надо, то, что вы хотите вместе. Ему это не надо. У него другое появилось понимание, как надо быть счастливым. Да, он так и говорит, что он не уверен, нужно ли этому все, хочет ли он семью, и вообще он должен сам ко всему этому прийти. Да, поменялась концепция жизни. Вы должны понять, что нужна молитва. Вопрос не в парне. Чего вы к этому парню привязались? Нужно молиться у Бога, мужиков завались. Отработайте, как карму свою. Парень появится. Да как-то хотелось уже с этим близкий человек такой. Чуть попризничать. Откуда вы знаете, с каким вам будет лучше? Я не против этого парня. Он может к вам вернуться. Вам нужна молитва. У него все равно останется выбор, возвращаться или нет. Если он не вернется, значит совсем тупой. Зачем с тупым жить? Я думаю, что вернется. Я так вижу. Но вам нужна молитва, понимаете? Вы сейчас не о том думаете. Вам нужно понять, что вы неправильно живете. У вас не в то вера. Вы просто зациклись на человеке и все, понимаете? Так нельзя жить. Вы истощаетесь, теряете себя. У вас сон уже, еда начинает страдать. Зачем так жить? Разрушаете себя. Привязались к человеку. Если вы привязались к человеку, он все, он не будет с вами. Надо молиться, привязаться к Богу. Человека отпустит. Нет такого, чтобы он от вас почти совсем уж ушел. Просто вам стало, ему стало тяжело с вами, потому что, я говорю, неправильно живете. Тяжело стало, он поэтому чуть-чуть отвалился, но его тянет все равно, как бы он с вами общается. Вам надо просто молитвой победить судьбу и все. Он сейчас со мной вообще не общается как-то выходить? Он думает о вас. Он сам? Стоит ли как-то звонить? Он не общается, он пытается от вас убежать. Он старается как бы, пытается, ну как бы убежать. Думает, что ему получше что-то положено. Нужна молитва. Спасибо. Чего спасибо? Когда молиться начнете? Сегодня. О, хороший ответ. Сколько будете молиться по времени в день? Как можно больше, сколько будет получаться. О, молодец. Если будете молиться час-полтора, очень концентрировано, то через где-то полтора месяца его потянет к вам, и он начнет общаться с вами. Это признак того, что он вернется. Если в течение трех с половиной месяцев вашей молитвы такой интенсивной, он не будет с вами общаться, значит, он совсем тупой. И вам надо помолиться еще немножко, где-то месяца-полтора, то есть всего получается полгода. И у вас закончится полностью вот этот период, связанный с этим человеком. Но, скорее всего, он вернется. Но даже это не изменит ситуацию как бы кардинально, потому что вам нужно менять свою жизнь, понимаете? Чтобы ваша жизнь была наполнена, и потом его тоже станет наполняться. Он как бы рядом с вами находился, вот судьба его поставила для того, чтобы вы его поменяли. Он от вас ждал перемен. Мужчины от женщин всегда перемен ждут. А вы его не поменяли, не помогли ему. Поэтому он начал искать что-то другое. Ему очень тяжело жить, потому что он не может найти себя. То есть он метается, ему надо что-то найти. Он думал, что вы поможете ему. А вы просто расслабились, начали счастье испытывать. Давайте он сбежал. Я об этом всю лекцию читал. Да. Спасибо. Ну вот мужчина, вы. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо огромное. Я вот полгода назад начал слушать лекции ваши. Я бросил курить, я женился, я начал духовно молиться. Я уже три года занимаюсь бизнесом. У меня несколько предприятий было. И первое росло, потом провалилось второе. И сейчас третье. Все оно в одной деятельности. Я знаю причину. Причина заключается в том, что вы очень хороший менеджер, как администратор. То есть вы можете руководить делами, хорошо организовывать, продумывать. Но у вас есть одна проблема. У вас есть склонность мечтать о чем-то, что не является истиной. Другими словами, вы можете легко то ли взять займ, то ли вложить куда-то деньги, я не знаю точно, то ли какие-то быстрые сделки сделать, которые бы, как вам кажется, вас бы развивали, но они на самом деле полностью уничтожают все. И эта склонность у вас никуда не делась. Это является для вас ахиллесовой пятой. Знаете, что-то такое. То, что разрушает человека. Поэтому выход только один. Нужно найти человека, который очень осторожен в развитии. То есть он чувствует, куда вкладывать деньги, куда не вкладывать. Он как бы, у него есть интуиция такая. Может быть, рядом с вами даже уже Бог дал. Всегда Бог дает какую-то защиту. Уже есть такой человек, может быть, но вы ему не доверяете. Ну, то есть вам говорят, вы не слушаете. Вам надо начать слушать таких людей. И без их совета не делать никаких решений по развитию. Потому что развитие нужно. Но этот процесс очень осторожный, аккуратный и медленный. Здесь не надо делать никаких рывков. Понимаете, рывки разрушают все. В этом ваша ошибка. Но это скорее природный недостаток, чем ошибка. Потому что вы как бы разумный человек, делаете много хорошего. Но вот у вас есть такая неспособность вот этого. У каждого человека есть свои какие-то недостатки. Вот так. Я тем занимаюсь. Конечно, однозначно. Спасибо. Я же вам сказал, что причина не в том, что вы не тем занимаетесь, а в том, что вы принимаете неправильные решения. Вам надо с кем-то советоваться. Преждевременные, скоропостижные, неправильные решения. Потом разрушающие все. По крайней мере, два таких решения в жизни вы уже приняли. Верно. Ну, не надо третьего, значит. Спасибо огромное. Как это Белом Солнце Пустыни говорит, не ходи туда, а Абдулы много людей. Не понял. Пошел.